Владимир Путин требует немедленно прекратить антитеррористическую операцию на востоке Украины. Об этом он заявил в телефонном разговоре с премьером Италии Матай Ренци. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Украине в контексте прошедших выборов. Президент России также призвал Киев наладить диалог с представителями регионов. И об остальных событиях в нашем обзоре. Совет Федерации России сомневается в украинском выборе. Сенатор Андрей Клишас заявил, что проведенное голосование за президента Украины не означает появление в стране легитимной власти. Сенатору в частности не понравилось, как были назначены и организованы выборы. Ранее российские власти не раз говорили о необходимости конституционной реформы, которая должна определить полномочия президента и парламента. Да и Владимир Путин обещал, что будет сотрудничать с вновь избранным президентом Украины. Наблюдатели из России назвали выборы в Украине честными и прозрачными. Представители миссии «Европейская платформа за демократические выборы» в составе около 200 человек посетили более тысячи участков в девяти областях, в том числе и на севере Луганской области. При этом официальные власти России отказались посылать своих представителей на украинские выборы и принимать участие в миссии наблюдателей ОБСЕ. Еще пять европейских стран ввели санкции против России. Черногория, Исландия, Норвегия, Албания и Лихтенштейн объявили о визовых и экономических ограничениях в отношении российских чиновников, бизнесменов и компаний, которые входят в черный список Евросоюза. В последний по времени расширенный санкционный перечень вошли, среди прочих, руководитель администрации президента России Вячеслав Володин и командующий воздушно-десантными войсками страны Владимир Шаманов. НАТО усиливает активность на Балтике и в Черном море. В связи с событиями в Украине Альянс решил проводить больше учений и увеличить военно-морское присутствие, заявил Андерс Фокрасмусен. По словам генерального секретаря, некоторые страны-участницы НАТО обеспокоены своей безопасностью. В Альянсе уже организовали воздушное патрулирование пространства балтийских государств, а также увеличили число учений.